С тем, чтобы разогнаться, получить какую-то инерцию, пойти вперед. 18 февелинговых хэд, откройте фразу номер 7. 7, заин. Февелинговых хэд, фразу, да. Бацар, да. Бацарли крааше. Да. Надеюсь, открыли все. Потому что она, эта фраза, она как бы подводит итог предыдущей части. И от нее начинается следующая часть. Следующая часть. А именно, что тут говорится, напомню, бацарли крааше. Когда человеку тесно внутри, тесно его жизни. Или плохо внешне, или тесто внутри. Единственное число. Видите же, эл, 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 а не просто эл, афин, например. Или эл, афин. Тут единственное число. что он хочет подчеркнуть, что новое в этой празднике, какая мысль здесь? Мысль, что он управляет моей судьбой, поэтому я к нему обращаюсь, поскольку речь идет о моих проблемах. Я буду обращаться, буду поворачиваться к нему. Он услышит из места, куда приходят молитвы. Мы сейчас в это не будем входить, немножко говорить об этом. Он мой голос или обращение услышит в том месте, где слышатся молитвы. И крик души или обращение души придет к нему и будет взвешено. Мы говорили, о знаем, это взвешено. Весы на еврейском о знают. Озан, мазан, это все принцип взвешивать и находить равновесие. То есть Весен не просто обращается с нашими словами методом автомата. Что мы говорим, кто принимается на веру. Ну я наивно говорю, специально. Ну как мы, допустим, принимаются на веру. А на самом деле совсем не так. То есть все взвешивается в рамках понимания, равновесия того, с чем человек обращается на небо, и с тем, кто этот человек, кто он, что он, что он просит, почему и надо ли ему это, и какие основания для его просьбы. Это не так, что я обращаюсь, но все уже автоматически там что-то меняется. Все взвешивается. И это говорится того, что он знал. То есть или мы бы сказали иначе, как бы он знал. Все на Весе кладется, все взвешивается. Это была мысль. И вот теперь ответ идет. Ответ на это обращение. И еще более важно вот на что. Помните тут говорится в нашей празднике. Это Цар Ви. То есть когда человеку Цар, когда ему тесно, когда ему плохо. В чем причина тесноты, вот этой плохости, этого плохого. В чем причина? Давид Аменов не лишит причины. Он знает эту причину. И это аксиматическая причина. Это внутренний палаток в человеке. То есть причина внутренняя в человеке. Он не спрашивает в чем причина. Он говорит, когда она уже совсем меня душит. И тогда меня она давит. Я обращаюсь к тебе. Тебе имеется ввиду с особой силой. Так же можно всегда сказать, что раньше он вчера ради меня обращался. Речь. И вообще, чтобы понимать эти праздники. Нужно понимать вот почему. Обращался каждый день. Как еврей, который молится каждый день. Но когда у человека есть конкретная ситуация и конкретная беда, то есть дополнительные слова, настроения и чувства в этой же ежедневной молитве. И она тут выделяется, как будто это что-то отдельное. Бацар ли экрага шем. Когда мне плохо, я обращусь ко Всевышнему. А вчера так не обращался, тоже обращался. Так что тут нам нового сказал? Новое, что новые чувства. Специальные для этого случая. А именно, когда Бацар ли. Когда Цар. У нас теперь мы после Пульва приближаемся к Песоку. И весь Песок строится на том, что мы находились в Митцрае. В Митцрае. А слово Митцрае, суть этого слова, это Царь. Митцрае суть этого слова Царь. Так пишет Мальдин, такой комментатор. Пишет комментарий Виктория. Например, вот так. Что доказательство, что Царь это корень. А не Митцраем это отдельное слово. Митцраем это слово, взятое от слова Царь. А не Митцраем сам по себе. Он приводит такой пример. Например, слово Иерушалай. Как сказать, что человек из Иерусалима. Он живет в Иерусалиме. Он Иерусалимец. Как мы бы сказали, Иерушалим. А как Митцраем, человек, который живет в Египте. Мы не скажем Митцраем, а мы скажем Митцри. То есть оказывается, что Цадиреш. Вот основа основы. И недаром наш народ возник в Египте. И вышел из него. То есть как быть Митцраем. Из этого понятия, где тесно, где неправильно, где плохо. Это в сути Циат Митцраем. То, к чему мы идем и будет ближайшее. Осталось уже меньше месяца. Новость хочу вам сказать. Кто еще не поставил в календарь. Что до Песоха осталось меньше месяца. Значит нам нужно этот месяц постараться использовать хорошо. И в Валафе говорится, что за 30 дней до Песоха надо уже заниматься и неней Песох. То есть заниматься законами, сутью, понятием Песоха и прочее. У нас сейчас 30 дней очень должны использоваться как-то удачно. Постарайтесь не потерять, не растерять их по дороге. Эти 30 дней, которые встанут. Итак, когда Царь это просто дополнительные чувства, дополнительные слова. И вот теперь идет ответ. Мы тоже в прошлый раз разбирали, но сейчас мы как бы не будем сильно останавливаться. Просто мы должны прийти к новым фразам. Итак, начинается ответ. На что ответ? Корень проблем до витаминов знает. Это его собственная неурядица внутри. Которая объединяется словом или глобальным словом Ецергора. Это глобальное слово такое. Не всегда ясно, что оно означает. Или другие внутренние проблемы, которые делятся на... Мы увидим. Мы сегодня буквально без отошения. Думаю, я очень надеюсь, что мы дойдем и до этой фразы, где будет видно, что разделяется. И есть общий Ецергора, есть отдельные элементы в этом тоже, которые мы как-то пытаемся назвать потом. Ответ на все эти проблемы. Общий ответ. Сейчас мы начинаем ответ Всевышнего на все эти проблемы. Когда он говорит, что Царь Лия Кра, я призываю Всевышнего, теперь начинается ответ. Первое в этом ответе. Ватикаж, Ватираж, ААРЭЦ и разволнуется, и разрушится, и развалится. Разные слова мы использовали в прошлый раз. Не хочу на это восстанавливаться. ААРЭЦ. То есть материальная сторона, материальное понимание мира в твоих глазах, в которых есть корень, во-первых, твоей ограниченности. Любовь. Все мы живем в материальном мире. И материальный мир – это есть причины нашей ограниченности. Нам нужно ее победить. Но не методом уничтожения материального мира, поскольку мы не можем из этого мира никуда уйти. Мы в нем живем. А как с другими путями. Сейчас мы увидим какие-то. Это развалится. Все разволнуется. И Гааша, Рааша – это все корни – разволноваться, разрушиться все. У Муздей Гарим – Ергазу. И основания гор тоже разволнуются. Они были фундамент, основания гор, подножия гор. Горы были очень довольны, понимаете. Они высокие, сильные и прочее. Но они все тоже разволнуются. Высота горы нас не интересует. Гималайя – не Гималайя. Все разволнуется, все поймет, что это неправильно. У нас часто в Танахе слово «горы» означает «высокомерие». Потому что не всегда. Я сказал часто – не всегда. В данном случае это высокомерие. То есть корень беды – это, во-первых, заматериализованность человека. И запутанность его этими всеми путами материальными. И второе – это внутренняя высокомерие, не скромность внутренняя. Теперь я еще не встретил человека в жизни, который бы о себе сказал, что он не скромный. Все скромные. Кого только не встречаешь, один скромнее другого. Особо скромные люди – те, кто говорят, что я самый скромный. Это, значит, квитенция скромности. Когда говорят, что я самый скромный. Такой логический парадокс. Но если говорить серьезно, то, конечно, тут нужно разбираться сам перед собой. Я называю это всегда внутренняя скромность человека. Ее нужно воспитывать в себе, развивать, обращать внимание на это и так далее. Потому что все мы объективно совершенно стремимся к высоте. И все мы непростые тут собрались. У каждого есть душа, которая является последним, на данном этапе, последним звеном предыдущих звеней. От Адама решенный, от Абраама и так далее. Поэтому у каждого человека душа – это не просто что-то, как говорят неправильно русские, не АБК что-нибудь такое. А это большое, великое явление душа человека. Поэтому человек, естественно, стремится вверх. И он подсознательно чувствует, что у него есть великое внутри, великое нутро. Однако все это, это великое нутро, должно против этого действовать внутренняя скромность. Потому что это нутро заведет в неправильные вещи. Как только человек начинает как воздушный шарик подниматься вверх и уже теряет понятие, где он находится, то обычно где-нибудь иголкой проткнуть этот шарик и полетит человек вниз. А дальше нашего жизненного опыта вполне достаточно понять, чем выше шарик поднялся, тем больнее будет потом свалиться. Поэтому лучше шарик такой не раздувать. И тогда внутренняя скромность, она должна помочь естественному стремлению подняться вверх. Это вот вверх, то есть вверх нужно подниматься, но сам ты в свои глаза вверх не поднимаешься. Это вот такой нюанс, который очень трудно, наверное, в жизни реализовать. Дальше тут мы говорим. И все это тот же самый глагол, как первый глагол продолжает у нас. И все это разволнуется. Гаш – это волнение, потрясение. Я говорил вам, вулкан на Иврите называется Гаргаш. Гар – это гора? Гиргаз. Что? Гиргаз. Гиргаз? Горы. Горы разволнуются. А, это чувство? Да. Слово Рогас – волнение человека. А, Рогас. И всегда сердитость. В разговоре бывает Рогас – это сердитость. Но в данном случае что такое сердитость? Это волнение человека, его нервозность, назовем так. Почему они разволнуются и станут нервозными? Горы. Потому что они поймут, что это все пустое. Вот их высоты – это невысоты. В Идгашуке Харазо. И они еще раз тот же глагол. Опять будут трястись, потому что в глазах Сибирьшка это вырывает гнев. В Хоре – это гнев. Горящий гнев такой. Так поскольку наверху, на небе нескромность и заматериализованность нехорошо на это на небе смотрят, не положительным взглядом, так сказать. И когда ты… Ты – это кто ты? В данном случае Давид Амела обратился наверх – получает ответ. Ты – тот, кто обращаешься наверх – получаешь ответ, кто наверх обращается. Посмотри на уровень материализованности своей. Посмотри на уровень гава, который у тебя есть. И это касается каждого человека. Мы ни в коем случае не уменьшаем ни на йоту, как говорится, Давида Амела. Мы нисколько его не унижаем, говоря, что у него есть эти проблемы. Потому что у него есть его проблемы. К нему критика или замечания, по крайней мере, относятся на уровне Давида Амела. К нам будут относиться на нашем уровне. У каждого свой уровень. Дальше мы читаем следующую фразу «Алла Ашан Бе Афо». После того, как мы разобрались с материей, посмотрим на более вечные вещи, на положительные, так сказать. Что перед Давида Амела открывается положительного. «Алла Ашан Бе Афо». Значит, формальный перевод, что гнев Всевышнего привел к тому, что дым появляется. Но мы посмотрели на более глубокий перевод в прошлый раз. И определили, что Ашан, и это в наших книгах постоянно это приводится. Даже ситиат Митраем. Там, где тоже есть Ашан, если помните, дым и прочее, тоже там это применимо. Ашан в себе, слово Ашан, очень часто имеет такую расшифровку. Это три буквы. Айн, Ши, Нун. То есть Олам, Шана и Нефеш. Мир, который мы ощущаем, понимаем. Шана – это цикличность времени или время и цикличность. Свойство цикла времени есть. В материи нет цикла. В материи она есть. А время имеет понятие цикла. И Нефеш – это духовная составляющая ситуации. То есть то, что мы не видим ни глазами, ничем. Это просто духовная составляющая. То есть три у нас есть. Три такие проекции. Три размерности. И Давид Амела говорит ответ. Вот разобрали с землей и с горами. А что – посмотри на что. Беопо. Аб – это дословно гнев. И аб – это как бы нос еще на игре. То есть посмотри на суть Всевышнего. Его суть – ты изучай ее, постигай. Суть – это по ним всегда, да, мы говорим. Как у нас в этой недельной главе было. Только что в субботу читали. Когда Мошер Абейну хотел понять суть Всевышнего. Ему не удалось, конечно, понять. Он хотел полностью понять. Абсолютно. То есть почему происходят те или другие вещи в мире. Мне удалось это понять. Это ни один человек не может понять. И у нас ближайшие фразы нам это покажут здесь тоже. Но нужно стремиться максимально понять. Иначе говоря, максимально постичь то, как Всевышний управляет миром. Как он его создал, как он управляет. И наша роль во всем этом деле. Это можно и это даже нужно. И это Акадошбру даже хочет. Потому что он нас создал не глиняных придурков. А для того, чтобы мы бы работали и пользовались своей душой. Нефеш, Руа, Мишама, Церковь Человека. Все нужно задействовать. Чтобы это все работало. Так. Что нас нужно понять? Это понемеют шелыньям. Внутренние вещи. Не поверхностно, а глубже надо копать. И по ним, внутренняя часть всегда имеет такие части. Не случайно лицо человека. Лицо человека имеет такие части, как глаза, уши, нос, рот. Это все не случайно. Это совсем не обязательно. Кто сказал, что на лице человека должны быть глаза. Может быть, глаза могли быть на плечах человека. Может быть, они могли быть в другой части. Или уши. Есть животные разного типа. Там насекомые и прочее, в которых иначе что-то устроено. Но у человека это обязательно должно быть так. Почему? Потому что лицо человека это пониют. Это суть внутренняя. И тогда суть должна быть связана с тем, через что ты эту суть можешь постичь. Через глаза, через уши, через нос, через речь и так далее. И так далее. Не будем в это входить дальше. Но вы уже уловили дело. И поэтому тут переводим. Аллах Ашан Байако. То, что вот этот Ашан появился в гневе его. А Ах это еще и нос. То есть через одно из проявлений сути Всевышнего, в данном случае Ах. Тут каждое проявление будет на своем месте все будет находиться. А нашего образа по отношению к Творцу мира, мы же не можем сказать, что мы его понимаем или видим. Но мы понимаем, как он проявляется. Он в то ли нам показал это, он нам рассказал. В той степени, в которой мы можем и можем понять. И дальше каждый работает, чтобы понять больше. Там проявляется Олан, Шанай и Нефеш. Понимаете, вот этот трехразмерный мир. А именно, одна размерность это Саулам, это мир материального типа. Другая это Время. Время или Творца. То было пространство Олан, а это Время. Еще одна размерность это Душа, духовная размерность. В привычном физическом исчислении, кто физику помнит школьную, то вы сказали, что мы тут четырехмерный мир, не помню. Помните, трехмерное пространство плюс время, это четыре измерения. Тут еще пятое измерение, духовное. Потому что Олан сразу три в себе имеет. Так. Это нос, да? А рот, уста его. Прямо здесь тут же появляется автоматически. И, значит, что еще раскрылось Давида Мео? Ознать нам, каждому из нас тоже, что помимо этого мира, который состоит из пространства, времени, души и всего, есть еще, обязательно, это как бы составляющая часть, аксиом нашего понимания мира, есть еще Сахарда Оныши. Наказание и награды. Награды и наказания. Сахарда Оныши. Понимаете, да? Через что мы это видим? Что через из уст Всевышнего огонь исходит, который съедает плохое, сжигает плохое. Съедает, то хенокис, не просто огонь, а съедающий, сжигающий огонь. Гехалим, даару, и мене. И, чтобы ты не говорил, что это просто так, какой-то пламя просто такое, на самом деле тут же уточняется, гехалим, даару, и мене. Что угли горя... Гехалим это угли. А даару это горящие. То есть, горящие угли исходят из этого огня. То есть, что это субстанция. Это не просто абстрактная идея, это весьма конкретно. Что значит конкретно? Нет, вы не думаете, что с неба падают угли. Конкретно-то в нашей жизни сжигаются вещи. Человек может не даром прийти страдания, к нему приходят трагедии, к нему приходят беды. Это есть угли, которые сжигаются. То есть, это не абстрактная идея. Сахар, заонность. Некая абстрактная награда и некое абстрактное наказание. И награда, и наказание очень конкретные. Проявляется конкретно в жизни. Поэтому здесь говорится То есть, весьма на ощупь угли можно как бы пощупать. То есть, это не идея просто. Это очень конкретный огонь. Следующая праза. Сейчас начинается вот необычно. И тогда Да, это все ответ Давида Мелла. Как продолжается? Что Всевышний говорит Или Давид ощущает, скажем, что это происходит. Потому что в третьем лице, значит. И он Наклоняет небо. И он наклоняет небо. И спускается в этом небе. То есть, если человек хочет его постичь, То есть, только он постиг. Вы следите за лилией. Разрушение материи. Согласил с этим. И с То сказать, нескромностью. Это нужно убрать. И понять, что мир Духовный Имеет как материальное пространство, Время, так и духовные вещи. Есть понятие Сахар Ваоныш. Видите, все в этих фразах. Прямо основа основ Нашего взгляда на мир Проявляется. Напрямую. Он Еще раз учил много раз. И никогда не стану повторять. Потому что без этого мы не можем понимать. Эту фразу Постарался во много раз говорить. Или ключ к пониманию Книг Танаха. Любых. Не только ты вели. Это всегда Каждая следующая фраза Она как бы Раскрывает нам Незримый диалог Который происходит Между Всевышним И Человеком Который Нескопорокно Увидел эту фразу Или услышал эту фразу Или попросту Написал эту фразу И вот тут Диалог Такой у нас происходит После того, как Давид Амелот Который запросил Захотел это все увидеть Попросил помощи А помощь была дана ему Не по-детски Тебе плохо Так я уберу Этого злодея Который тебе мешает Так в чем же заслуга Человек Он родился для того Чтобы Всевышний убирал это Или он родился Чтобы ему подсказали Как он может убрать В этой подсказке Ему сейчас подсказали Убери эту материальную То, что мы говорили И тогда у него вопрос Возникает Который всегда Между строк А следующая строчка Отвечает на этот вопрос Но там Всегда постепенно Надо все понимать Это ключ Дает нам Понимание Всех книг Вы старайтесь Сами понять Всегда Какой был вопрос Между строк Как следующая фраза На что она отвечает И каждый поймет По-своему И вы не должны Этого бояться Потому что Мы ни на секунду Не уходим От фраз Которые написаны Мы их не меняем Поэтому мы не ошибемся Это Фактически мы научимся Как бы с этим Сообщаться Но мы не ошибемся Потому что Мы не дай бог Не переписываем Тору и Танак Мы не добавляем Ни одной буквы Мы не убираем Ни одну букву Мы внутри Пытаемся иметь Это диалог Только так Можно это Творчески понимать И вот здесь говорится Боец Так Такая фраза Бывает Между строк После того Как Давид Амелых Увидел Эту картину Так он сказал Так какая моя роль В этом Это все хорошо Там горящие угли Награды Наказания Но я не вижу Моей роли Что я могу сделать Ты только Мне показал Ситуацию Показал Что надо Разрушить Эту собственную Материализацию Заматериализованность Ты не показал Что нужно быть Работать Над внутренней Скромностью Все понятно Но как это Это все Мне было Как бы Добрый Эйцатова Знаете Дов дешевый совет Называется Как дешевый совет Хорошо Но что мне делать С этим советом Теперь ответ Ваедша Мая Ваера Что Всевышний Если ты хочешь Если у тебя это был Не пустой вопрос Если ты действительно Хочешь этого Если ты хочешь это Постичь Понятие И идти таким путем То тогда ответ Я тебе даю Что я небо То есть духовная вещь Я Ваед Это Я согну вниз Небо опустится Ближе к тебе Понимаете Ваед Это Корень От бедного корня Осталась Одна буква Только Или Готов Т Остался Только Но Т Наклониться Наклониться Да Склонить Отклонить Склонить И так далее Так одна буква Весь осталась Потому что Последняя ушла Буква Первая Тоже съелась И за будущее Время Перевернута В прошедшее Через два Как вы понимаете То есть бедный корень Остался В одной Представителе В одной Буквы А и такое Бывает у нас Потому что корень Сложный И поэтому Нун Падающая Первая буква Гей Уходящая И поэтому Остается Только середина Вот Баятэ Шамай То есть И наклоняет Небо Всевышний То есть Духовность Ты хочешь Пожалуйста Если ты действительно Хочешь Я буду наклонять Бляже То есть Ты не в безнадежной Ситуации И так обязательно Должно быть Человек потом Сказал Я хотел Но Как же я мог Тогда Зачем же он Живет На свете Если он хочет И не может Так не бывает Если он хочет То тогда обязательно Должны быть Открыты пути Для него Иначе он скажет Я хочу постичь Тебя Но ты не переклил Все дороги Ты не даешь Никакой возможности Ну небо Наверху А я внизу Что это могу понять То этот Тебе не Будет спускаться Вниз Понимаете В этом Вейерат Будет спускаться От слова Лареды Спускаться Вниз Варасэль Тахатраглав Будет спускаться Подножием Все этой системы Тахатраглав Шалакадош Барагу Надо сказать А подножием Тахатраглав Это подножие Будет Аратэль Что это за Аратэль Те кто против Мы уже говорили Трог красный А на этом Праз закончили Те кто против От слова Орэх Орэх Это против Аратэль Это Орэх И ламэк Орэх Это против Тыльная сторона Тыль Мы говорили Что Паро Мы должны Кстати Рассмотреть Ближе Песов Надо все время Идти ад Идти рай Надо все время Помнить Что осталось Мало времени Значит Что мы говорим Про Паро Паро Те же буквы Орэх Тыл Он против Всевышнего Паро Его вся задача Была Идти рай Идти рай Идти рай Все Все показать Что можно справиться Без Творца мира Мы сами Сусами Мы сейчас Засучим рукава Страна Самая богатая Самая большая Самая сильная Митрай Имею ввиду Кто ты такой Машер Абейна Что придешь И меня будешь учить Что нужно делать С моими рабами Евреями Этого не будет Как Параон сказал Помните Никакого Всевышнего Не знаю Евреев Не отпущу Потому что он логически Построил Он не сказал Что не отпущу Он сказал Не знаю Никакого Всевышнего Обманул при этом И себя И всех остальных Он знал Прекрасно Но он сказал Что моя задача Не знать Никакого Всевышнего И евреев Поэтому не отпустить Отпустить Это значит признать Так я не хочу признавать И поэтому Не отпущу Ты помнишь Чем кончился Он еще не только Отпустил Он даже Пошел провожать Евреев Когда они уходили И даже просил их Уйти Чем кончился Но для До того Как это кончилось Как вы помните Долгая история Еще была А мы возвращаемся В русском языке Наводить в день на плетение Это материалистический подход Это не правда Это кризис Это арахея Это туман Это ложь Так они находятся внизу Они находятся внизу Какая следующая фраза Между сторонами Любой человек Мы Каждый из нас Может сразу Кручу задать вопрос Они находятся внизу Хорошо Где написано Что я не буду внизу То что они внизу Не означает Что я не внизу Они внизу Это я понимаю Потому что Это они туманно Отпускают Арахея Так они будут внизу Ая Где написано Что я буду Не внизу Какие у меня Возможности И силы Отвечает На тут же Следующая фраза Мы ее не читали По-моему еще Так или иначе Так вот мы ее Сейчас начинаем Читать Вайерка Круч Вайяок И тогда В этой модели Семисше показывает Как Нужно Соединиться От слова Рехет Это соединение Да Веркеп Это состав Ракевет Пояс Который состоит Из вагонов Соединенных Поэтому Придумали Слово Ракевет Чтобы объяснить Что это Меркова Это составные Части Устройство Мира Меркова Который Видел Ефет В своем Пророчестве Что он Видел Меркова Он Видел Устройство Мира В книге Ефет Это разбирается Вот этот Глагол Вайерка И ты Должен Вместе Состыковаться Составиться С кем С Крувом Вы помните Крув Только недавно Мы в недельных Главах Читали У нас Такие совпадения Получаются Устройство Мишкана Вы помните Арон Акодыш Внутри Что там Находится Лухот Абрит Две Скрижали Плита Такая Наверху А что Над этим Крувин Крувин Это Значит Символ Подъема Вверх Символ Что Из Арон Акодыш Если Напоминаю Как в истории Написано Что это Должно быть Единым Сплавом Сделано Это Не только Так Здесь Крув Здесь Арон Акодыш Все Из него Должно Исходить Из Арон Акодыш Котор Символ Торы Выход Абрит Правильно Да Из них Только Вверх Может Подниматься И эти Круви Они Как раз Показывают Так что Ты Хочешь Подняться Наверх Это Войеркав Алкрув Должно Соединиться С этим Крувом Понимаете Крув И Тора Поднимешься Ваяо От слова Аб Подняться Вверх О А Войеркав И Оседлай Присоединись Вместе Потому что Тут речь идет О том Что Он тебя Вывезет Тора Тя Поднимет Сейчас Как мы Увидим Буквально Вот сейчас Следующая И Более того Интересное Обещание Нам дается Воейде Алканфейру Это Метский Очень Глагол Если Не ошибаюсь Чуть не Один раз В Танахе Кроме Этого Книга Двори По-моему В Торе И Связано Там С Орлом Который Взлетает Понимаете Взлетать Можно По-разному Курица Тоже Взлетает На забор Понимаете У него Один способ Взлета Один Эффект Взлета А Орел Взлевает Другим Способом У него Другой Взлет Понимаете Вот Этот Да Глагол Воейде Это связано Со Взлетом Орла То есть Сильным И мощным Взлетом Воейде Алканфейру На крыльях Духовности Подчеркивается Слово Руах У нас Много слов Которая Рисует Духовность Правда У нас Непеш И Руах И Мишама И другие слова У нас Много Слов Руах Как пишет Виленский Гаон В комментарии К Мишли Книге Мишли В одном месте Он пишет Что Если Из всех Этих Вещей Непеш Руах И Мишама То Руах Больше всего Определяет Человек И так Оно и есть Это даже Просто Понятно Руах Связан С чувством Человека С его Сердцем А это И есть То Что Определяет Человека Более того Это то Что В конце Концем Это как бы Центральное место Человек Мы всегда Скажем Что ум Важнее Но мы ошибемся Потому что Ум Это все таки Это выше чем Сердце Голова выше чем Сердце В вертикале Находится Но Значит Все Сводится К сердцу Все равно Ум К сердцу И Более нижние Части человека Все равно Все Сердце Это центральное место К центру Все соединяет Там Вклад Происходит Всего человека Там Суд Самого человека То есть Руах Это суд Человека И Духовный Этаж Многоэтажного Человека Человек многоэтажный Так Этаж Связанный с Руах Он Самый главный И здесь Говорится Ваейдал Конфей Руах И туда Твое сердце Взлетит Вверх То есть Твое ощущение Твое представление Они поднимутся Высоко И Указывают Соответственно В соответствии С его возможностями И Таким образом Этот момент Тебе Отвечает На вопрос А как же мне Вот они внизу Помните Арафель Вот они Напускающий Туман внизу А где я Ты говоришь Ты как орел Можешь взлететь Вверх И Конфей Руах То есть Не взлетит Вверх Твой ум Только Или что-то еще А именно Руах Понимаете То есть Твое сердце Тогда У нас ответ Наверное Опять будет Диалог И опять Будет вопрос В этом месте Другой вопрос Будет Когда человеку Говорят Что он взлетит Как орел Вверх А Конфей Руах У него Естественно Не то что Возгорится Гордость Но у него Есть все шансы Задуматься А не буду ли я Могу Великим В хорошем Смотрите И вот я Вот так вот Взлечу вверх И наверное Не откроется Все абсолютно Тут сразу Говорится Что прежде всего Ничего так просто Не открывается Это прямо Каждому из нас Очень хорошо Не запомнит Потому что Многие Ошибочно думают Что Такое Правильное Поведение С нашей стороны Как Размышления Изучения Продвижения И так далее В области Тора и Митсвот Немедленно Или почти Немедленно Будет открывать Все границы И будут открывать Все горизонты И так далее И так далее Это просто Глупо так думать И ни в коем случае Нельзя И может привести К большим Разочарованием Потом Потому что Вдруг человек После многих лет Стараний Аж целых Не знаю Три года Знаете Учится и старается Или восемь лет И вдруг Он говорит Подожди У меня опять Проблемы есть В жизни Куда-то Никуда не уходят Мои проблемы А я уже Как орел Взлетел Понимаете Вот это говорится А я уже Чувствую Что я взлетел Как орел И тут же Холодный душ Немедленно Смотреть Все не так Пессимистично Не расстраивайтесь Но в данной точке Обязательно Должен быть Холодный дух Иначе человек Поменяет Реальный свой подъем С фантазиями Подъем Это знаете Как называется Когда человек Путает Решение С реализацией Вот он решил То-то и то-то Ему кажется Что это уже Произошло Он же решил Так в Советский Союз В 70-е 80-е годы ЦК КПСС Принимали решение И им всегда казалось Что Они же приняли решение И понятно Почему там Не то Что же не то Есть специальное Постановление ЦК КПСС Чтобы было то Чтобы каждому Человеку По трактору Например Вот они Постановили И кто удивлялись Через год Что нету ни трактора Но ворот что меньше Стало Потому что разворовали Те тракторы Которые были Их растащили На части Нагрузило Знаете Что приплыли И так и и так далее Как классики писали Писали в рассказах Чехов И так далее А постановление ЦК КПСС Они там Изумлялись Просто Такие хорошие Постановления Как-то Никуда не двигаются Ничего Они путали Постановление С реальными С реальными Потому что Чтобы этого не было Здесь нам сразу Говорится Ты взмываешь Как орел Так это Только подожди Это ты решил Ты еще не взмыл Как орел Ты только Понял Что есть такая Возможность Тебе говорится Это серьезно Есть возможность Но это не значит Ты уже тут Париж В небе Можно больно Удариться Поэтому Следующая фраза Сразу На месте Смотрите Так Успокаивать Яшет Хошех Ситро Яшетер Значит Расположить Или Даст Тоже редкий Глагол Встречается Хошех Это Темнота Враг Сетер Это вообще-то Сторона Как по-русски Сторона Те же буквы Сетер Это сторона В переводе Таргумонкилос В переводе На арамейский язык Часто Это слово В этих текстах Переводится Как Шхина То есть Проявление Всевышнего Так ты Думал Ты уже взлетел Как орел И тебе уже Ясно Как Всевышний Себе проявляет И ты уже Как говорится Все тут Понимаешь Нет Яшет Хошех Ситро На самом деле Это шхина Она в темноте Находится Ты ее совсем Не постигаешь Ты ее совсем Не понимаешь Это подожди Еще Тебе только Подсказали Что ты можешь Был наброшен На Как по-русски Сказать Понимаете На Шхину На проявление Ты думаешь Ты уже все Понимаешь Нет Как таким Покрывалом Сразу покрыто Бросили Покрывалом И прикрыли Сот Сот Сторон Листор Возразить Да Или ты не препятствие Делаешь Закрывает Перекрывает Перекрытие Дамбу строишь Перекрытие То есть Грань Сетер Это грань Грань Как стенку ставишь Как другую грань Скрывать Для стира Это скрывать Совершенно Да Все связано Что такое Другая Что такое Скрыть Что такое Заскрятать Это значит Преграду Да Преграду Или другой стороной Завести За дом Уже не видно Это Понимаете Тут Очень богатое Слово Поэтому Сказал Как оно Переводится В этом Контексте Я сразу Увел От этих всех понятий Переводится Как шхина Ощущение Всевышнего На земле Ты думаешь Ты уже Увидишь Нет На это Бросается Мрак И тебе Совсем Непонятно Это Тут Сетер Вот В нашем Тексте 12 Фраза Да 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 Яшет В этом Яшет Хошем Ситро Да Да Ну так Русский язык Это значит Да Русская Шлина Это Шлина Это Присутствие Но всегда В контексте Ощущение Присутствие Так на это Будет наброшен Мрак Присутствие Жеет Всевышний Жеет Но Заприкроется Мраком Да Можно так Сказать Свивота Сукато Значит Вокруг Него Вокруг Всевышнего Свивота Вокруг Всевышнего Сука В смысле Схав Сука Вы знаете Слово Сука Да Мы строим Сука Сука А что Такое Сука Само Слова Сука Это Покрытие Покрытое Схахом Это Пуаль Благов Пуа Сука Пуальная Покат Дубар Это значит Было Говорено Об этом Понимаете Сука От слова Схах То есть Нечто Покрытое Схахом А схах Что такое Ветки 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 В общем Ветки То есть Со всех сторон Ветками Будет Все Закрыто Как Сука Это Помните Крыша Которая Прикрывает Место Где мы Сидим Суке Но Кое-что Пробивается Это Не Совсем Так Это Это Просто Поэтому Сказал Наброшено Будет Мрак Наброшено Ветки Будет Так Женского Роза Бывает Что Не понял Сука Нет Сука Это Женского Роза Сука 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 Как Толщи Туч Вы Знаете Пред Дождевые Тучи Помните Черные Тучи Они Все Насыщены Водой В любой момент Вода Пойдет Вниз И Ливень Начнется Ливневые Тучи Называются Черные Такие Темные Очень Они Светлые Облака Так Вот Это Хешкат Маем Авей Шехаким Авей От слова Ав Это Толща Ав Это Толща Шехаким Это Высоты Толща Темные Воды Толща Высот Находятся То есть Ты думал Ты думал Почему Это Отвечает На Кто Вопрос Отвечает Ты думал Ты взлетишь Как Орел И Все Будет Ясно Что Тебе Говорит Что На Сам Деле Покрыто Пеленой Мрата Все Будет А Ты Взлетел В Небо И Думаешь Там Постигать Тору А Тор Это Маем Всегда У нас Эйн Маем Эла Тора Тор Это Символ Вода Это Символ Торы И Тора Сама Тебе Совсем Не Такая Ясная Она Проскоришь И Возьмешь Это Не Поддается Это Требует Большой Работы Что Постигаться Все Это Понимаете Да Следите За Моем Тогда Опять Вопрос В этом Диалоге Мысленном Если Тут Нас Бросают Из Оптимизма В Пессимист Это Пессимистическая Вала Фраза И На Это Что Человек Спрос Но Если Так Тогда Извиняй Только Что Говорили Что Я Мог Взлететь Как Орел Только Что Мне Говорят Что Взлететь Да Я Взлечу Но Один Мрак Одна Темнота Черные Тучи Что Будет Тогда Продолжает Следующая Фраза Говорит Тринадцатая Фраза Людям Минога Негдо Авав Авру Свечение Всевышнего Нога Это Свечение Вы Знаете Слово Нога Свечение Таким Начинает Светиться На небе До Всех И Последнее Утром Остается В небе То есть Оно Все равно Светится Больше Всех Вот И Поэтому Нога Нога Это Свечение Но Какое Свечение У нас же Есть Орл У нас Много Слов До Света А Что Нога Что Слово Нога Нога Коинь Как Мы Тут Видим Прямо Если Посмотрим Как Написано Все Это Гимел Гей Гей И Означает Проникновенное Всматривание То есть Внимательное Всматривание Маги Га На иврите Это Корректор Который В издательстве Работает И Занимается Корректор Он Называется Маги Ага Га Это Коррекция 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 Текста Корректура Текста То есть Какой Свет Который Просматривает Ошиб Который Вглядывается Вниматель Если Ты Так Будешь Торой Заниматься Если Будешь Вглядываться Если Будешь Не Просто Так А Вдумываться Вглядываться Методом Слова Нога Понимаете Слово Га Га Вот Слово Коррекция Поиск Ошибок И так Далее То Тогда И все Это Нигдор В смысле Шивите Вашем Ты Нигди Помните Все Если Ты Вглядываешься Через Тору Нигдор Его Глаза Мне Вы Думываешь Какие-то Изные Ненужные Вот Видите Шивите Жалейных Дитами То Я Себя По отношению Всевышнего Сравниваю Но мы Не можем Сравнивать Всевышнего Это значит Я Пытаюсь Его Глазами Смотреть На Мит Вот Эта Фраза Это И означает Пытаясь Его Глазами Смотреть Как Ты На Своем Ура Так И Здесь Если Ты Нигдой Это Если Как Здесь Направо Если Ты Его Глазами Будешь Смотреть И Криптически Рассматривать Себя И Свою Жизнь В Свете Тоже Как Тебе Обещали Для Этого Тебя Небо Вниз Спустит И Ты Можешь Соединиться С Этим Кругом И Как Орел Взлетишь И Что Ты Увидишь Темноту Сначала Увидишь Ты Увидишь Темноту Но Если Ты Его Глазами Будешь Пытаться Смотреть На Мир Не Сво Им А Его Так Мы Уже Несколько Раз В книге Тебе Обращали Внимание Давид Несколько Раз Мефураж Открыто Говорит Что Я Забоч Мир О Твоих Интересах Он Это Так Он Себя Понимал Что Он Заботился В Мир И Он Болел Если Так Можно Сказать За Интересы Всевышнего Это Странная Фраза Но Надо Надать И Дух Она Все На Свои Места Ставит И Тогда Минога Негдо Аваб Авру Тогда Эти Толщи Уйду Барад Бахале Эш Уйду И Град И Горячие Угли Тоже Уйдут Что Это За Угл Мы Сейчас Поймем Кто Они Они Большую роль Играют Но Они Уйдут Они На Твою Голову Не Полетят Барад Барад Бахале Эш Аван Авру Аван Это Один Широн Толщи Толщи Вот Эти Все Они Уйдут Тогда Смотрите Что это за Вопрос Возникает Что это за Откуда тут взялись Град И огонь Что это такое Тут очень интересно Град И огонь Это Противоречивые вещи Град Это Замерзшая Вода Лед Все мы знаем Град Это Лед Огонь 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 И пламя Есть такие Стихи И прочее Да Так Места Не могут быть Оказывается Могут У Всевышнего Это Ты думаешь Что не можешь А у него Все Вместе Гром и молния Это одно А вот Град И огонь Это Немножко Другое Если Молния Будет Все время Существовать Тогда Град Не будет Значит Это Нам Показывает Что Огонь И Лед Могут Быть Вместе Там Наверху Угри Угри Да Горящий угли Вместе С Камушками Ледяными Крайне Противоречие Ну вы подумайте Потом И вы увидите Что Если вы бросите Уголь В огонь То Не уголь А Лед В огонь То Долго У вас Там Не будет Это Понятно Да Ваярым Вашамаем Вашем Тут Чуточку Перевод А потом Мы объясним Поэтому Не задумывайтесь Сильно Что это Значит Сначала Переведу А потом Объясню Ваярым Вашамаем Вашем Вэльйон Итен Коло И тогда Если ты Вот эти процессы Все Будешь проходить Если ты будешь проходить Ты увидишь Там следующее Кажется Не все просто Значит Эти уйдут Эти темные тучи Что ты увидишь Ты увидишь Что Там наверху Всевыше С одной стороны Ваярым Рама Это значит Гнев Такой Сильный гнев Проявляет Поймем Что Зачем Чему Вэльйон Итен Коло И ты там Наверху Ты же пройдешь Эти этапы Ты поймешь Что он Ильйон Всевышний Это выше всего Он Ильйон Там он Покажет Себя Он проявляет Себя Каким образом Он соединяет Несоединимое Опять Повторяется Барат Гахалей Эш Это Голос Всевышнего Проявляется Через Объединение Льда И огня Вместе Он проявляет И дальше Еще фразу Читаем Ваишлах Ица Ваефицент И оттуда Он посылает Свои стрелы А вы помните С чего все началось Давида Мелла Понимает Как каждый человек Понимает Что проблемы Его В нем Находятся И вот Когда он Преодолевает Уже Этап Поднимает Уже Высоко Сначала Как орел Вверх Взлетел Но Нашел Темноту Пробил Темноту Методом Минога Помните Методом Минога Кинэкдо Стал Смотреть На мир Глазами Всевышнего Пробил Тогда Эту толщу Темноту И уже Нет Этой Темноты И тогда Уже Там Эльон То что Всевышний Это Всевышний Эльон Свой голос Правляет И соединяет Вот этот Лег И огонь Вместе И оттуда Начинает Посылать Стрелы Против Своих Проблем Ваишлах Ица Ваефицент Если так Поднимешься Высоко То тогда Всевышний Посылает Стрелы Ваишлах Ица Посылает Стрелы Дословно Стрелы Знаете Стрельба Стрелы Ваефицент И разгоняет Твои проблемы Вот эти Твоих врагов Увраким Раф И тогда Посылает Огненные стрелы Это молнии Враким Огненные стрелы Посылает Ваги Умам И Твои враги Вот эти То есть Внутренние Враги Человека Всякие Проявления Мы говорим Ица Говорят Одно Слово На самом Внутри Человек Проблем На его Проблемы В душе Находятся В них Много Не проблема Как Беда Или что А проблема Как Негармоническая Часть Душе Человека Которых Таких Кирпичиков Много Может В одном Человек Так он их Начинает Переворачивать И Как говорится Разрушать Чтобы они Не мешали Жить И Последняя Сегодня Фраза У нас Будет Баирау Афикей Май И тогда Только Проявится Афикей Май Это Это То что Знаете В пустынях Бегут Вода Бежит Не Афикей Май Нет Ручейки Знаете Вода Быстрые В течение Вод Афикей Май Это Значит Когда Ты думаешь Что пустыня Оказывается Все наполняется Пекущей Возой Не Азия Именно Идет Как Ручей Идет Как Источник Ключ Бьет И идет Вода Это Афикей Май Но Именно Как Будто И сам Источник И не Озеро Источник И озеро Это Противолос Сначала Источник Бьет Потом Вода Течет Потом Попадает И будет Озеро Не Источник Не Озеро А Ты Увидишь Как Идут Эти Потоки Воды Ваеру И Покажутся Ваерау От слова Лераон И Покажутся Вот Эти Вот Э Водные Потоки А Мы Помним Что Вода Это То Что Тебе Было Неясно Ты Пробил Толщу Поднялся Старался Работал И Все Что Мы Говорили Вот Оказывается Часть Твоих Врагов Будет Разбита И Тогда Только Ваерау От И Кей Май Теперь Вы Понимаете Что Это Слово Означает И Покажутся Эти Струи Воды То Тора Тебя Наконец Начинает Уже Видеться Чувствоваться И Все Уже Хорошо И Еще Потрясающе Ваегалу Моздот Тевел И Тогда Основание Мира Тебя Откроется Понимаете Ваегалу Моздот Тевел Основание Мира Тебя Откроется Они Именно Должны Открыться Потому Что Тевел Мир Корень Мы Перевод Тевел Космос Мир Корень Его Бил Бул Все Перепутано Мир Весь Мир Все Перепутано Так Олан Мир На И Лан Все Скрыто Скрыто Это Олан А Тевел Еще Перепутано Мало Что Скрыто Еще Перепутано Но Только Пройдя Эти Этапы Тут Прямо Черно По Белому Глеб Тебя Снова Этого Начну Открываться Только Вот Эта Перепутанность От Чего Это Происходит Неужели Только Наш Усилия Помните Я вас Учил Мы Должны Задаться Вопросом И Все Это Будет Без Так Просто Без Наших Усилий Или Нет На Ворот Только С Нашим Усилием У нас Как Уже Хорошо Все Идет Нет Тут Обязательно Должно То Что Все Боя Всевышнего И Как Она Здесь Называется Это Последние Слова У нас МИ ГАРАТХА ГАШЕМ МИ НИШМАТ РУАХАПЕХА Переведем Это Ты Всевышний Ты ГОЭР ГОЭР Такой Глагол Который Означает Я сейчас Скажу Как Означает Взволнованный Сильный Голос Всевышний Неравнодушно Смотрит На нас И Те Наши Усилия Которые Мы Пробили Толщу Толщу Темноты Все Наши Усилия Которые Человек Потратит Чтоб Пробить Толщу И Все Встречают Неравнодушие Всевышнего Он ГОЭР Он же Эти стрелы Посылает Толки Он Разогнал Твои Проблемы И прочее И он ГОЭР То есть Наверху Волнение Небес Возникает